Регбийный клуб Отрада Регбийный клуб Отрада Регбийный клуб Отрад В 2014 году мы стали серебряными призерами Поэтому 2 года из этого цикла чемпионств И в прошлом году обновленная Отрада Завевала титул чемпиона Украины И в этом году нам нужно было это титул сохранить А как известно, что завивать его тяжело, но сохранить его еще сложнее, потому что все команды пытаются, готовятся и нужно держать тот уровень, который мы взяли в прошлом году. С какими сложностями столкнулись во время сезона, еще перед сезоном, может быть перед подготовкой, как составом удалось ли сохранить костяк и открылись ли новые звездочки в этом году в составе от Рады? Да, нам удалось сохранить состав прошлогодний, в этом году мы, чтобы столкнулись с какими-то сложностями, нет, просто девчонки все прекрасно понимали, что будет очень тяжело, просто так чемпионству не дается и приходилось много и кропотливо работать на тренировках для того, чтобы достичь того результата, который есть. Мы действительно уже досрочно после третьего тура в Харькове, мы уже обеспечили себе чемпионство де-факто, только на последнем туре в Киеве четвертом мы его оформили уже до евро, как говорится. Еще раз поздравляем. Елена, как атмосфера в коллективе была во время сезона? Какие были самые трудные моменты, когда нужно было поддержать партнеров по команде, подсказать что-нибудь, чтобы собраться? Самый такой трудный момент это был четвертый тур, потому что мы уже чувствовали себя чемпионками и знаете, когда выходишь на поле и осознаешь, это как бы сложно собраться. Ну, видимо, на это и повлиял счет, который сыграл мы. Мы сыграли с Киевом со счетом 10-7, это достаточно мало. Поэтому нужно работать, работать и еще раз работать. А вот интересно по рисунку игры, насколько команда выросла уже по сравнению с прошлым годом. Второе чемпионство подряд это уже как подтверждение уровня, класса, мастерства всех игроков команды. Может быть, или в этом году пробовали какие-то новые технические построения, новые комбинации, какие-то особые были прорывы, может, по флангам. На что делалась ставка во время ключевых матчей? Ну, вы знаете, у нас коллектив достаточно молодой, есть опытные игроки, ряд опытных игроков, которые помогают молодежи набираться опыта, совершенствуются какие-то технические элементы, тактические элементы. И девчонки растут, многие девчонки являются игроками национальной сборной, которые участвуют в чемпионате Европы, там набираются опыта. И, скажем так, вот если брать в общем, да, мировое женское регби, Украина находится не очень далеко, но уступает мировым лидерам. Поэтому мы в своем тренировочном процессе всегда пытаемся разнообразить его и играть более открыто, более интересно в тот стиль, который играет мировый лидер. Поэтому ничего мы таких новых каких-то технических элементов, комбинаций не придумали, мы просто учимся и совершенствуем нашу игру и все. Спасибо. Елена, очень интересно, какой регби вам импонирует и как вы решились заняться таким видом спорта? Ну, я думаю, вопрос о том, что это не женский вид спорта, уже после стольких побед задавать это, ну, просто неправильно. Потому что регби может быть и изящным, и красивым, и динамичным, и скоростным, и не только силовым. Поэтому лично мне кажется, что здесь должен быть особый стиль у команды. Конечно. Я не для силового регби, скажем так, да, если посмотреть на меня, больше для скоростного. Поэтому очень интересный вид спорта на самом деле. Начала заниматься еще в школе, вот, 16 лет. И с тех пор так завязалось, так пошло. Вот, еще раз повторюсь, очень интересно. Вот интересно. Когда вы начали заниматься, и вот сейчас, когда приходят новые партнерши, ну, открываются новые спортсмены, с какими они сталкиваются барьерами первыми, вот, к которым необходимо приступить? Может быть, здесь подруги как раз могут подсказать, что ничего страшного нету в столкновениях, что нужно от этого уходить просто, или наоборот, просто нужна поддержка, ну, партнеров рядом, крепкое плечо. Самое сложное, это, ну, это то, что девчонки узнают, что надо давать, ну, мяч назад. Обычно, да, дают вперед, либо играют ногами вперед, или еще что-то. А в регби надо давать именно... Как веером, получается. Веером, да, совершенно верно. И у девчонок, как это? А я хочу вперед отдать. Мы такие, нельзя, этого нельзя делать, поэтому только назад отдается. Дмитрий, расскажите про то, на какие главные делаете ставку командные, ну, компоненты игры. Ну, как выстраиваете, ну, на самом деле, вот эти веера команды? Потому что по тем матчам, что мы, ну, успели увидеть, и посмотрим еще некоторые моменты вместе с нашими телезрителями, ну, такие были в основном скоростные прорывы, атаки, то есть очень-очень динамично отрывались. Да, ну, регби 7 – это вообще очень динамичный и скоростной вид спорта, поэтому именно регби 7 был принят в олимпийскую семью, да, и уже были первые игры в 2016 году в Рио. Мы, для того, чтобы показывать такое скоростное регби, нужна определенная физическая подготовка. Это очень… Два тайма по 7 минут – это очень короткое время, и все вот люди, которые не знакомы с регби 7, они им кажется, ну, что там такое? Два тайма по 7 минут – это же так не очень много. На самом деле, устаешь больше, чем вот регби 15 играть 2 по 40, поэтому мы готовимся, специфическая подготовка идет к этому виду спорта, поэтому так у нас и получается. Расскажите еще о победе в Всеукраинской универсиаде. Сколько наших девочек выступало, и как удалось выиграть? Мы… Всеукраинская универсиада проводилась в Мельницком. Это была сборная вузов города Одессы. Значит, из… Я могу сказать, из каких вузов. Это два представителя были пищевой академии, два, да, или три человека – это строительная академия, и остальные – это были педуниверситет, костяк, который составляют игроки команды «Отрад». Встречались с теми же соперниками, с которыми мы играем и в чемпионате Украины, потому что в женском рэкбе это в основном играют студентки, и поэтому было интересно, было тяжело, но очередной раз мы доказали, что Одесса лучше в женском рэкбе в Украине. Ну, это еще не конец сезона. Мы знаем, что еще впереди кубок, финал, и в молодежном чемпионате также предстоит еще решающий тур. Расскажите подробнее, к чему готовитесь? Да, мы сейчас готовимся. 14-го числа в Киеве будет проводиться кубок Украины, готовимся к нему. В прошлом году мы сделали такой хит-трик, мы стали чемпионками Украины, обладателями кубка и выиграли молодежное первенство. Поэтому в этом году мы рассчитываем на такой же результат и готовимся. Будем надеяться, что все у нас получится, но загадывать мы не будем. Это спорт, есть спорт. И 28-го числа, 28-го октября в Одессе на Академии спорта пройдет первенство Украины до 21-го года. Тоже мы будем к нему готовиться и надеемся, что первое место будет наше. Спасибо большое. Елена, еще вот вам хочется вопрос про в целом такие итоги сезона, внутренне, как после такого чемпионства, к чему теперь будете стремиться, какие планы и на будущее, на следующий сезон уже и на игру в сборной? Мы всегда стремимся усовершенствовать свою игру и также на данный момент мы должны удержать свои победы. Что для этого нужно делать? Работать. У нас 6 тренировок в неделю сейчас. Три тренировки на поле и три тренировки в тренажерном зале. Поэтому мы работаем. Девчонки заряжены на позитиве, все абсолютно понимают, для чего мы это делаем. Поэтому остается только… Зимой будете практику поддерживать на поле или будете в зал приходить и пробовать отрабатывать технические какие-то моменты? Не на таком большом расстоянии, дистанции. Зимой мы переходим в зал, потому что погодные условия на улице не позволяют нам тренироваться. Немножко отдохнем, там недельки 3-4 и приступим заново, готовятся к новому сезону, к следующему. Это игровые залы, борцовский зал, тренажерный зал. Все будет у нас потихонечку. Еще раз поздравляем вас с чемпионством. Спасибо, что пришли к нам в студию. У нас сегодня в гостях главный тренер регбийного клуба «Отрада» Дмитрий Кирсанов, а также капитан команды Елена Чеботарь. Еще раз большое спасибо за то, что пришли к нам в студию. Всех любителей регби мы приглашаем 21 октября на стадионе «Спартак». Сборная Одессы, но уже среди мужчин, примет регбийный клуб «Олимп Харьков». В рамках финала Кубка Украины от 28 октября сборная Украины сразится со сборной Швеции. Вы смотрели программу «Студия Репортер». Меня зовут Дмитрий Богомолов. Оставайтесь с нами и живите спортом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!